Так, ребят, сегодня я сделаю обзор вот этого морского комплекта Middle на 100 литров. Для тех, кто не знаком с линейками моих морских комплектов, скажу его характеристики. Габариты у этого аквариума 60 сантиметров на 45 сантиметров на 36 сантиметров. Общий объем порядка 100 литров, ну, грубо говоря, если говорить чисто прям по воде, с завычатом декорации, с завычатом песка и того, сколько не дополняется, то примерно 80-85 литров чистой воды входит в этот аквариум. Конкретно этот аквариум запускался 10 месяцев назад. И вот сейчас вы его увидите таким, каким он стал через 10 месяцев. Этот аквариум у нас с грунтом и с керамической декорацией. Он запускался не на живых камнях, живых камней тут вообще не было никогда. Он запускался только на керамике, на кирпичах и на бактериях. Давайте я по порядку расскажу, что входит в комплект, а что идет опционально. В комплект у нас входит сам аквариум с задним сампом, самп, который скрывает у нас всю техническую часть, всю систему фильтрации, которая в этом аквариуме организована. В комплект входит флотатор, в комплект также входит у нас светильник, вот этот аквариум 600. В комплект у нас входит, ну, из имеющегося здесь помпы течения, это помпы течения Сичи, очень хорошие помпы, ничего лишнего и зато очень надежные помпы. То есть у них нет регулировки там по режимам, зато у них есть самая главная функция – гнать воду. Вот она гонит воду и без всяких сбоев, без нарушений, просто гонит воду. Это то, что нужно, в общем-то, от хорошей, надежной, стабильной помпы течения. В комплект у нас входит возвратная помпа, которая у нас находится в сампе. Также в комплект входит грелка, которая также у нас находится в сампе. Ну и еще из комплектации туда входит соль. Для того, чтобы засолить этот аквариум и уже запустить его. Ну, соли там достаточно для того, чтобы запустить. И чтобы еще месяц-полтора обслуживать этот аквариум. Также в комплект входит ориометр, для того, чтобы измерять, какая плотность засоленной нашей воды. Теперь из того, что в комплект не входит. Не входит в комплект тумба. Потому что, ну, не всем нужна тумба, у кого-то уже есть. А здесь тумба – это предмет особой гордости. Это тумба из МДФ. Это эмаль. Эмаль, которая красится по желанию заказчика в цвет RAW, который он выберет по номеру. По номеру из каталога. Вот тот цвет, который выберет, в тот цвет и покрасим. Это влагостойкий МДФ. Даже если он намокнет, ничего с ним не произойдет. Он не вспучится, нигде не набухнет ничего. Только если у вас будет какая-то царапина, которая повредит слой эмали, тогда это будет плохо. Если эмаль не повреждена, то ничего с аквариумом не будет, даже если попадает какая-то влага. Тумба у нас с габаритами 60 на 45, как аквариум, и 70. В высоту 70 сантиметров. То есть это оптимум такое для того, чтобы аквариум не был задран слишком высоко. И чтобы он не казался слишком низко. Это стандартная высота тумбы для аквариума, в котором нет нижнего сампа. Если у вас есть нижний самп, то там тумба делается повыше, потому что коммуникации все внизу проходят. Здесь же в чем прелесть аквариумов с внутренним сампом? В том, что тумба у вас полностью свободна под какие-то инструменты, под какие-то материалы, под баночки всякие разные, под ведро для автодолива. То есть тумба у вас используется как хозяйственная часть, а не для того, чтобы спрятать самп большой и больше ничего туда не положить. В этом преимущество аквариумов с внутренним сампом. Также у нас в комплект не входит декорация. В общем-то декорация это по желанию. Кто-то все-таки есть еще приверженец старой школы и хочет запускаться на живых камнях. Но ради бога это в общем-то не препятствуется этому ни в коем образом. Поэтому по вашему желанию. Хотите запускайтесь на живых камнях. Если вы хотите запускаться на декорации, то декорации у нас также опционально продаются. Также опционально здесь идет грунт. Потому что далеко не все морские аквариумисты хотят запускаться на живой, ой, на грунте. В том числе и я свой большой аквариум запускал без грунта. И в общем-то не жалею об этом до сих пор. Да, эстетическая часть немного страдает. Все-таки с грунтом аквариум выглядит более природно. Но в аквариуме без грунта проще содержать его в чистоте. Если вас это не смущает, что здесь будет что-то где-то скапливаться и нужно будет периодически сифонить. То в общем-то грунт также можно купить дополнительно. Система автодолива это тоже то, что не входит в комплект. Потому что довольно такой не дешевый девайс. Но в общем-то полезный. И не сказать, что он необходимый. Если вы постоянно дома, если вы каждый день приходите домой, то все, что вам нужно, это просто долить осмоса, осматической воды, взамен испарившийся в отдел сампа, там где у нас помпа, где уровень меняется. Если же вы все-таки уезжаете куда-то в командировки часто, или не каждый день приходите домой, или просто уезжаете в отпуск, то все-таки автодолив вам необходим. Тогда его нужно установить. И вот как раз таки опять же скажу, что в тумбе здесь есть место для того, чтобы сюда установить резервуар. Любой резервуар, но здесь в конкретном данном случае это простое обычное ведро, которое вошло вот как раз в половину тумбы. И здесь находится осмос. Система автодолива берет воду из этого ведра и добавляет взамен испарившийся. По мере испарения воды там стоит оптический датчик. То есть этот оптический датчик дает сигнал помпе, и она перекачивает воду в самп настолько, насколько нужно, чтобы скрыть этот датчик. Датчик скрылся, все, она отключилась автоматически. Вот это, в общем-то, все техническое оснащение, которое потребовалось в этом комплекте, в этом аквариуме для того, чтобы за 10 месяцев довести его до такого состояния. А сегодня, на сегодняшний день, я вижу, что он выглядит просто очень хорошо. Здесь всем кораллам отлично, они все отлично себя чувствуют. Большинство кораллов здесь мягких, но есть также и жесткие кораллы. Например, вот это альвеопора, это жесткий коралл. Что здесь у нас еще из жесткого? А, вот там еще, там еще есть один жесткий коралл, он скрыт под саркофитоном. Вот и уфилия, у нас тоже жесткий коралл. А в основном здесь идут саркофитоны, бриариум, корнулярия, оранжевая папайя, ксения пульсирующая. Кстати, корнулярия здесь прям поддавливает ксению. Все говорят, что ксения это такой вот неприхотливый, это сорняк, который всех выдавит. Ничего подобного, здесь корнулярия давит ксению. Поэтому ее, она, ксения получается по задней стенке, ее даже не так хорошо видно. Вот сзади у нас там еще заантусы, заантусы, не помню, как он называется. По-моему, не помню, в общем, какой-то заантус. Вот здесь на переднем плане у нас заантус, бам-бам, очень хорошо разросся. Я сюда сажал плашку с заантусами. Она была вот буквально небольшая плашечка, разрослась. То есть, всем кораллам здесь очень хорошо. Бриариум вообще, я помню, он был, наверное, тоже вот такой небольшой фраг. Он уже разросся полностью на нижняя плата декорации. По рыбе сразу скажу свое отношение вот к одному маленькому товарищу, который вот здесь у нас. Это у нас хипатус, королевский, голубой королевский хирург. Я против того, чтобы в эти аквариумы сажать хипатусов. И владельца этого аквариума я, в общем-то, предупреждал и говорил, что не следует, потому что объем здесь мал для этой рыбы. Но этот хипатус здесь временный. Он здесь пока маленький. Вот его взяли в магазине специально маленького, чтобы пока он еще не вырос, он здесь посидит, а потом он переедет в новый дом. Ну, просто хочется вот людям, чтобы посмотреть на какую-то новую рыбку. Ну, пока она небольшая, пока можно сказать, что он здесь на передержке. Потом он покинет этот аквариум, переедет в гораздо больший объем и будет все нормально. Вот. А так, в общем-то, здесь клоуны Ацеллярисы. Для них этот объем вполне комфортный. Здесь мандаринка. Для нее тоже все хорошо. И здесь есть губанчик. Вот губан. Хорошо, что здесь есть грунт, потому что губаны любят грунт. Этот губан здесь тоже пока еще небольшой, он вырастет побольше. Но для него объем тоже нормальный. Все хорошо. Вот кроме хипатуса здесь, в общем-то, никаких претензий нет. Здесь есть несколько улиток. У нас трохусы ползают. И что? Ну, вот есть еще актини. Несколько актиний, которые, в общем-то, сидят спокойно, никого не кошмарят, ни с кем не конфликтуют. В общем, аквариум выглядит очень гармонично. В целом, мне и картинка нравится, и подбор кораллов нравится. И то, как его обслуживают, мне тоже очень нравится. Потому что я периодически бываю здесь и наблюдаю за внешним видом этого аквариума. Он очень хорош. Если говорить про комплекты Middle, какие они еще могут быть, то, в общем-то, здесь может быть поменена лампа, светильник. Это светильник у нас Акваир 600 на 60 Вт. И вот для этих кораллов, вы сами видите, им тут все замечательно, все хорошо. Но если вы хотите здесь больше СПСов, кораллов, которым требуется более яркий свет, более мощный свет, то есть возможность поменять этот светильник на более мощный, на Тор-Х, у которого уже мощность 120 Вт. В два раза мощнее. Поэтому такая возможность есть. Но опять же, я говорю, что здесь нужно выбирать от видоводов, вида кораллов. Отталкиваться от того, что вы выращиваете, кого вы здесь выращиваете, кого вы здесь содержите. Вот в этом данном случае даже нет смысла ничего менять, потому что мы сейчас, если даже поменяем, захотим сделать помощнее, поярче, и у нас попрут водоросли. Никому это не надо. Поэтому вот здесь оптимально. Если менять видовой состав кораллов, то да, светильник поменять можно. Небольшой спойлер вам сделаю. В скором времени я буду готов сделать обзор своей старшей модели из комплектов с внутренним сампом. Это комплект Синьер. Комплект Синьер у нас уже идет объемом 180 литров и габариты его 90 на 50 на 40. Это вот такой уже крепыш. Это максимальный объем для аквариума с внутренним сампом. Я больших объемов для аквариума с внутренним сампом делать не буду. Потому что я не вижу в этом смысла. Если аквариум больше 200 литров, то там все-таки я рекомендую внешний самп, нижний самп, который будет отдельный. Потому что там уже идет более серьезное другое оборудование. В первую очередь флотатор, который должен быть более мощный. На 180 литров вот этого флотатора вполне достаточно. И это проверено. Если кто-то помнит, то мой самый первый морской аквариум был как раз-таки на 180 литров. Таких же габаритов, только самп там был боковой. А в комплектах Синьер самп будет так же, как и здесь, задний. Но это так, на пальцах рассказываю. Скоро я вам покажу его вживую. Расскажу, вы увидите его. К заказу комплекта Синьер доступно уже сейчас на сайте. И мидлы, в общем, там тоже есть. И джуниоры самые маленькие, и наши кубики. Все там есть. Поэтому заходите на сайт. Ссылка будет в описании под этим видео. Если морской аквариум у вас уже есть, и вы озадачены вопросом выбора света, то свет сейчас у нас выделен в отдельную линейку, в отдельную продуктовую линейку. И выделен в отдельный сайт. Сейчас этот сайт очень просто найти. Он называется просто mecmall.ru Вот на этом сайте вы выберете светильник под свои габариты морского аквариума. Кстати, там есть и морские, и пресноводные. Морского пресноводного аквариума можно выбрать, в общем-то, на этом сайте под ваши нужды и ваши потребности. Если у вас останутся какие-то вопросы, оставьте заявку на сайте. Мы свяжемся с вами и проконсультируем по всем моделям. Любые вопросы по морским комплектам вы можете задать мне напрямую в Телеграме или в группе ВКонтакте. На сегодня у меня все. Если видео понравилось, ставьте лайк. Давайте. До связи.